Это тяжелое ощущение добиваться свободы собственной? Это ощущение приятное, когда это все заканчивается. А так, как любая борьба, это очень жестко. Вы столкнулись с этой государственной машиной бесчеловечной. Вы могли бы ее охарактеризовать? Какая она? Для того, чтобы люди, которые на свободе, знали, с чем им, если что, придется иметь дело. В том-то и дело, что это не машина, это отдельные коррупционные механизмы. Необходимо отметить, что освободили меня не по постановлению президиума Московского городского суда, оригинал, заверенная копия которого не подошла руководству колонии, освободили меня по постановлению прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. То есть освободили меня по постановлению тоже государственного органа. И в данном случае я им очень благодарен за то, что они указали в СИНУ на ненадлежащее исполнение законов. Да, существуют крайне, знаете, как я бы сказал так, инициативные дураки или коррупционеры, что одинаково Харенова. Я бы, конечно, свою бы жизнь и жизнь своих родственников не доверил в их руки, но мы живем в этой стране, и мне представляется, что в наших силах как-то влияет на то, чтобы работали там более порядочные люди, такие, как, к примеру, работали в управлении, в прокуратуре по надзору, который, мол, не, так сказать, иносно исполнили закон. Скажите, пожалуйста, вас же тоже отпустили с какими-то проблемами, насколько мне известно. То есть вас куда-то увезли, что это было вообще? Вы знаете, к сожалению, без силы или импотенции, я даже сказал, вот местного руководства СИН, которые не смогли повлиять на то, чтобы меня задержать в колонии, они ведь в 6 часов вечера, за 4 часа до моего освобождения, официально заявили РИА новостям, что я сегодня с колонии не уйду, но против прокуратуры они ничего не смогли сделать. И я считаю, это была их абсолютная такая последний плевок. Они меня отвезли на ближайшую автобусную остановку и сказали, ну вы можете вот на автобусе добираться. Вопрос только в том, что все, кто меня встречал, этот их маневр прекрасно заметили, и только я вышел из автомобиля, за мной сразу же подъехали друзья. Они просто следовали за этим автомобилем. А что делать обычному гражданину, который вдруг столкнется с этой системой? Что ему делать? Что вы посоветуете? Вы 4,5 года боролись за свою свободу. Что вы посоветуете простому российскому гражданину? Вы знаете, нельзя сдаваться. Люди, которые идут на поводу у этих людей, они их съедают. Они не любят очень слабых. Если мы, так сказать, слабых не любят, ну в принципе мы это знаем. То есть на них, а таких людей очень много, на них это вот коррупционная система и отыгрывается. Когда ты начинаешь ей создавать проблемы, это единственный способ, который может от тебя побыстрее избавиться. Ты либо найдешь правду у контролирующих органов, либо просто от тебя побыстрее захотят избавиться. Но необходимо отстаивать свои права и не откладывать это, ну, так сказать, на руки. То есть вы сейчас на свободе, потому что вы не сломались, ибо сломленных они уничтожают? Абсолютно верно, да. Субтитры создавал DimaTorzok